Привет, дорогие друзья! Как ваши дела, как ваше настроение? Итак, приветствую вас на своем канале по будням с иной. Для тех, кто меня не знает, проходите, пожалуйста, на все мои видео, посмотрите, покопайтесь. В канале есть очень уже много видео, потому что моему каналу 7 лет. Также приглашаю вас подписаться на одноименную группу в фейсбуке по будням с иной. Здесь у меня есть основные рубрики, это «Узнай меня», «FoodTube Within», где мы готовим. И по будням с иной, где мы говорим абсолютно обо всем, про детей, про школу, про воспитание, про жизнь в Канаде, потому что это именно то место, где я живу. И сегодня у нас с вами очередное видео. Немножечко бытового, немножечко бытового, это интересно, всегда после что, у кого как лежит. И мне интересно, и вам интересно, я уверена, потому что вы часто меня об этом спрашиваете в ваших комментариях, в ваших личных сообщениях. Сегодня мы с вами посмотрим, что у меня есть в моем пентере. Пентере – это как кладовая. У меня как таковой кладовой нет, нету комнаты какой-то или шкафа, как здесь обычно заведено. Но есть шкафчики, и у меня все растудяно. В принципе, мы с вами увидим сегодня три шкафчика. Один шкафчик со специями, один шкафчик, в котором, ну как бы, то, что называется, баночная все, да, бакалея такая. Шкафчик, где вот чай, кофе, варенье. И шкафчик, где лежит сахар, мука, рис, крупы. Вот, немножечко оно все вот так раскидано, конечно, когда у тебя есть один большой шкаф, удобный, о котором я мечтаю. Но, как говорится, всегда нужно куда-то стремиться. Мечты сбываются. Мечтаем и продолжаем думать о том, какой красивый шкаф, возможно, у меня когда-нибудь будет. Либо кладовочка, что-то я мелко беру. Но можно начать со шкафа, перейти на кладовочку. В общем, одним словом, ребята, сегодня мы посмотрим, покопаемся в шкафчиках. Хочу просто вам показать и рассказать. Короче, оставайтесь со мной, кому это интересно. Начинаем. Итак, на моем канале уже, ребята, есть несколько видео, на которых я показываю, в общем-то, как мы делаем покупки в grocery store, то есть в продуктовом магазине. И есть видео конкретно о банках в Канаде, как там называется, бакалея в Канаде или баночная, что-то, баночная история в Канаде. Я вам приложу сюда это видео, так что заходите, смотрите. Без банок жить нельзя. В банках у нас овощи, да, в банках у нас рыба, консервы, да, то есть такие вещи. В Канаде без этого нельзя, особенно зимой. Особенно, если вы живете далеко, отдаленно от города, от каких-то больших точек. Зимой, если вас завалило, и вы далеко от города, то, в общем-то, надейтесь только на свои силы, чтобы вам было что приготовить хуже, в случае, если вы, как говорится, отрезаны от цивилизации. С другой стороны, вы также должны думать о том, что еда, которая будет в банках, съедобная. Потому что иногда есть такие, вот, в общем, природные катаклизмы, при которых у вас может отключиться свет, электричество. И, как известно, если у вас нету духовки на газу и плиты, а это большинство в Канаде, здесь все на электричестве, то, получается, вы заложник в собственном доме. Поэтому у вас должны быть консервы, которые позволят вам их съесть, в случае чего, вот, кусок хлеба и консерва, то есть, которые можно будет съесть в сыром виде. То есть, не то, что нужно готовить, да, или как-то еще подогревать, а то, что, например, вы откроете, как рыбная консерва или какая-нибудь мясная консерва, овощные какие-то консервы, да, там, горошек, например, да, там, сморковка или какие-то грибочки. То есть, что-то, что вы откроете, вы сможете съесть. То есть, какие-то такие вещи. Поэтому у нас грядет зима, все, что мы обычно съедаем за зиму, мы подъедаем в течение весны и лета, и приходит у нас новая осень, приближаемся к новому холодному периоду, поэтому нужно понемножечку эти запасы формировать. Так вот, в следующие походы в магазины я вам буду показывать, как я формирую этот свой пентер и что у нас туда добавляется, я еще не решила, в каком виде я это буду делать, в каком формате, либо показывать, что уже там конкретно лежит апдейт, либо показывать, как я это покупаю, но это, в общем, опустим эти подробности. Сегодня давайте пройдем и посмотрим, что на данный момент уже есть. И, в общем, из этого исходя, мы будем составлять списки при походе в магазин, что нужно еще подкупить, еще, еще, еще. Плюс есть такие вещи, которые мы съедаем практически на еженедельном уровне, то есть, например, такие вещи, как томатная паста, раньше я ее брала в Костка, но сейчас поняла, что по качеству и цене мне все-таки очень даже нормально и приемлемо брать это в Ноу Фриле. Или, например, такие вещи, как крема, разные кремы, крем это, наверное, больше будет звучать, как слив в сливке, да, крем не тот крем, который в торт, а сливочный крем, который есть разный, есть celery, есть mushroom, вот это вот mushroom, это грибной, я его очень люблю, я из него не делаю суп, как многие делают из него суп, потому что продается еще canned суп, это не суп, это крем. Это именно вот как идет, как расценивается, как подлива в нашем понимании, вот, то есть, я его и разогреваю немножечко в кастрюле, добавляю немножко воды, размешиваю, и это подлива к макаронам, это подлива к пюре картошке, что, для чего еще, ну, в основном для этих вещей. То есть, это у нас съедается, когда есть скидка, вы увидите, что я всегда много, штук 5 могу их купить. Да, не полезно, но иногда выручает, я не каждый день их ем, но ем, бывает, что ем. Вот, ну и томатная паста, в моем доме ничего не происходит без томатной пасты, то есть, я на ней тушу, варю с ней супы, борщи, ну, все практически, то есть, все мясные блюда везде, потому что я не люблю бесцветную еду, наша русская еда, да, вот, европейская еда, она обычно бледная, она достаточно бледная, потому что все такое вареное, какое-то тушеное, оно без цвета и без красок. С тех пор, как я пожила в Израиле, я не могу видеть бесцветную еду, у меня она должна иметь цвет, поэтому для меня этот цвет дает томат, конечно же, он и дает свой, такой своеобразный вкус, поэтому без томата в нашем доме никак. Ну, короче, хватит болтать, поехали посмотрим, что у меня там есть. Итак, друзья, сейчас вы можете наблюдать первый ящик, который мы с вами будем рассматривать, это вот этот ящик. Могу вам сразу сказать, абсолютно неудобное его месторасположение, ну, как бы заставляет ставить там какие-то вещи, да, которые мы реже всего будем пользоваться. Очень часто можно увидеть здесь рулетки разные, да, люди вот ставят такие вот установки рулетки. Мы ничего здесь не делали, возможно, нужно что-то сделать, организовать как-то это пространство, но я пока что справляюсь вот как СИС. Тут как от застройщиков в доме стоят эти полочки, так и они стоят. Света мало, я вам сейчас покажу это все поближе, но, в общем, здесь у меня хранится именно все такое баночно-бутылочное. Итак, вот мы можем наблюдать, как это выглядит изнутри. То есть мы видим, что полка изнутри, она не идет до конца шкафчика, она как бы посрединке, небольшая полка. Значит, у меня такая куплена небольшая полочка, которая, да, разделяет, чтобы это в два яруса удобно стояло. Честно вам скажу, она не очень удобна, эта полочка удобна, когда это на уровне ваших глаз. Когда это внизу там где-то, и тебе нужно это в 10 погибели нагибаться, искать, то оно как бы не очень, но лучше, чем ничего. Вот тут у меня вино еще стоит и какой-то коньяк, по-моему, еще остатки. И какие-то такие вещи. Что мы сейчас будем делать, как и принято во всех организационных видео, хотя этим таким не является, но мы просто складываем все. Мы сначала все вытащим отсюда, разложим, посмотрим, что есть и сложим красиво обратно. Как я и сказала, Mushroom Cream у меня есть всегда, в разных абсолютно, видимо, была скидка на Campable. Это, кстати, очень старая компания. Она, кстати, эта банка, ну не конкретно этот суп, но эта компания изображена Эдди Ворхолом на его великолепных работах, которые, в общем-то, являются достоянием культуры. Вот, так что вот суп, дальше я иногда делаю пиццу, вы знаете, у меня есть рецепты, и вы видели, как я с детьми готовлю пиццу. Обязательно пицца, соус у меня есть. Вы видите, у меня в основном все желтое, потому что я покупаю все компании почти no name, качество у них не уступает другим компаниям. Но это считается более дешевый бренд в том магазине, в котором я покупаю. Дальше есть еще один Mushroom Soup, дальше есть еще у меня Tuna. Всего две баночки остались, так что, значит, нужно подкупать. Tuna я покупаю именно вот в этих баночках вкус. Кокосовое молоко. Всегда есть, когда по скидке, а оно обычно в районе доллара стоит. Я беру, потому что в кокосовом молоке я тушу мясо. Котлеты просто шикарные получаются. И любые подливы, супы, в которых вы используете сливки, но, например, вы в витарианец и не используете больше сливки, вы можете использовать кокосовое молоко, потому что оно является полным заменителем вот таким вот сливок во всех его проявлениях. Я даже габочки на день рождения к нам приходил мальчик, у которого аллергена молочная. Я делала крем из кокосового молока, который был просто обалденный. При приготовлении у него вкус очень интересный получается. Никогда никто не узнает, что это кокосовое молоко. И самое важное, по крайней мере, у нас кокосовое молоко не сладкое, поэтому мы его спокойно добавляем в мясные блюда. Дальше. У меня есть была скидка, я решила взять. Я его так и не использовала пока что. Это диппинг соус от ресторана Swiss Chalet. Это наш такой популярный ресторан. И это диппинг соус просто для картошки, для френч фрай. Я даже не знаю, зачем я его взяла. Пусть будет. Может, когда-то будет френч фрай, какие-то гости, можно налить соус. И грибочки. Вот, например, такие вот у меня есть уже бинз. Уже они готовы, их можно использовать в суп, тушить с картофелем, есть просто так. И, ну, в общем. Плюс такие белые я купила. Это кидни бинз. Кидни это как почки, потому что они похожи на почки. Наши человеческие почки. Вот, ну, очень много томатной пасты, которую я прикупила, потому что я увидела, что она у меня закончилась. Я как сумасшедшая полетела ее покупать, затовариваться. Так, дальше у меня всегда есть горошек и морковочка для оливье или что-то типа такого. Вот, есть просто горошек. Я его тоже люблю просто так. Либо в суп можно добавить, тоже очень вкусно. Есть такой летний простой супчик, знаете, даже не на бульоне, а на водичке. И опять машрум-крим. Так, что у меня здесь? Да, о, это у меня еще бакарди. Бакарди. Из Кубы нам привозили. Не показываем такие вещи. Так, здесь вино. Здесь у нас есть бутылочка Нарзан. Это на случай, если у меня у супруга проблемы бывают с желудком, можно попить после приступов разных рвотных. Так, здесь еще печеньки есть детям. Бир пауз, которые я им в школу даю. А что еще? Что еще, ребята? Что еще? Смотрим. И барбекю соус фирмы Крафт. Я беру разные. Просто я хотела что-то делать. Должны были прийти гости. И они сказали, что они это не будут. Короче, в общем, мне некуда было использовать вот это. Но мы используем, потому что с барбекю соусом я делаю очень много разных блюд. Кстати, могу вам сказать, что у меня есть еще один барбекю соус, который я люблю из Костка. Вот он выглядит вот так. Вот. Вот такой соус. Он вообще обалденный. Но по большому счету они все одинаковые. Они все практически классические. А если вы не знаете еще пока что для себя не выбрали, какой соус больше вам нравится барбекю, то вы просто-напросто берите оригиналы, которые есть. Вот оригинал, вот самый бейсик. Дальше что у меня? Растительное масло из Костка 5 литров. Какое оно? Канола. Канола к маслу я отношусь. Я уже рассказывала свое отношение к маслу. Любое масло, какое бы полезное оно ни было. Цветочное, морковное, авокадо, там, я не знаю, какие еще модные, там, coconut oil, olive oil. Любые масла, это все стопроцентный жир. И вот это заблуждение людей, что есть полезные масла, это огромнейшее заблуждение. Оно все жир, это все масло стопроцентное. Поэтому, когда я вот эту вот информацию поняла, от специалистов, естественно, то я поняла, что нет смысла покупать какое-то более дорогое или дешевое масло, а просто его вообще, в принципе, меньше употреблять в своем рационе любого масла. Вот, растительное, мы сейчас говорим про растительное. Поэтому я беру вот это масло, я не помню, сколько оно стоит, но оно из Костка. И у меня есть винегар, винегар 4 литра. Моя мама все время смеется, говорит, господи, 4 литра уксуса, куда же его девать? Я говорю, мам, ну, во-первых, уксусом у нас не только поливают салаты и пельмени, ну, там, кто еще что поливает себе, а мы еще им моем. Вот, я уксусом часто что-то мою, что-то в нем вымачиваю, чтобы снять какой-то там налет, да, ну, не каменный, но какой-то там уже налет, который есть в чайниках и так дальше. Поэтому уксус у нас расходится достаточно быстро. Поэтому вот уксус. Вот это то, что лежало в этом ящике. Сейчас я все это переложу сюда, выпру, шкафчики сложу, посмотрим, как это будет в сложенном виде. И перейдем к следующему шкафчику. Ну что, друзья, все помыто, разложено. Теперь мы видим картину маслом. Чтобы вы понимали, у меня по сравнению с североамериканскими жителями вообще здесь пусто. То есть у людей заложено, там, например, у них ни одно масло стоит, например, ни одна банка, а у них две-три. Вот эти все вообще я молчу закрутки. Но я не люблю слишком много. Я люблю то, чем я буду пользоваться. Зачем мне стоять, чтобы оно стояло, 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 а потом бы я в конце это выбросила. Да, это не полный комплект. Здесь еще не хватает парочку консервов. Здесь еще не хватает, как на мой вкус, еще буквально две-три баночки томатной пасты. Немножечко еще бинз. Я недавно съела оливки, кстати. Оливки тоже прикольно хранить. Но главное, чтобы все почистили, сделали инвентарь. Переходим к следующему ящичку. Следующий ящичек у нас на этом же уровне. Находится он вот абсолютно, видите, рядом. Здесь у меня порядочек, поэтому я вам просто продемонстрирую. Но здесь у меня стоят коробочки. Спасибо, это подарочек от моей Леночки. Леночка, привет, пользуюсь, как ты видишь до сих пор, твоими тремя этими баночками. Когда-то они продавались в Костка. Насколько я помню, здесь у меня круглый рис для суш. Здесь обычный рис, который видно уже, что заканчивается. Скоро нужно будет купить. И здесь мука. Муки я покупаю всегда много. Я ее пересыпаю из другого пакета. Но мне кажется, да, вот он там на задах. Так, это у меня браун райс вермишель. Бермишель, вермишель из темного риса. Просто решила взять такую. Так, ганочи. Мы, кстати, с ними тоже будем с вами делать скоро рецепт. Кстати, вот ганочи с вот этим кремом, который я вам показывала, грибной. Просто супер. И сыр. Ну, либо делайте сами. Я делала раньше сама. Грибочки обжариваете с чесночком, сливки. И все это посоливаете и с сыром. Обалдеть, как вкусно. Ну, либо с томатной пастой, кто любит. Я не очень. Так, это у меня здесь 2 килограмма макарон. Пока что закрытые, потому что были не нужны. Так, это, в принципе, знакомая моя вот эта вот смесь для панкетов. Здесь лежит... Здесь темная мука у меня. Полная мука. Уитт... Как она? Уолл-витт. Уолл-витт. 10 килограмм. Здесь у нас каша овсяная лежит. А вот здесь еще, кстати, у меня одни ганочи. Вот их надо вместе поставить. Вот еще вот у меня 2 ганочи. Ганочи, они картофельные. Вот. Это то, что называется... Не равиоли, а ньёки. Ньёки мы их называли. Вот ньёки. Вот они ганочи. И вот эта вот та мука моя белая. Тоже 10 килограмм, которую я пересыпаю вот в эту коробочку. Вот. Здесь дальше вы видите, это сахар. 6 упаковок сахара. Почему так много? Не потому, что мы его столько употребляем, а просто когда на него идет 50% скидки, мы его так вот берем, а он стоит у нас. Потому что этот продукт не портящийся, а то, что он используется, это 100% гарантия. Вот. Поэтому вот так я все обратно закладываю. Вот. И здесь у нас все отлично. Единственное, что нужно будет Крису присматриваться, когда будет скидка. Так что это то, что касается более такие крупы, как бы здесь у меня. Ну и переходим к следующему ящику. Это у меня такой кофейно... Ой, господи, чего здесь только нету. Кофейно-чайный, таблеточный, сиропочный, вареничный. Вот такой вот ящик. Значит, что мы будем делать? Мы здесь все вытащим. Посмотрим, что нам нужно, что нет. Конечно, сюда мне не хватает очень-очень таких вот, как называется, ну вот как контейнеров для организации. Вот эти контейнеры, в которые могу ставить еду. Но я их использую здесь. И тогда мне нужны другие контейнеры. Поэтому я бы, конечно, вытащила вот эти контейнеры. Нужно, наверное, сбегать, купить контейнеры, которых у меня будет происходить организация. Мне нужно понять, для чего они мне нужны, сколько штук, что я там буду хранить, чтобы не просто так. Ну вот, да. Давайте сейчас сначала все это разгрузим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот наш улов из этого ящика прекрасного, который сейчас опустел. Мы его протрем и переберем все, что у нас здесь есть. Но, в принципе, я в курсе как бы. Единственное, что на самом верху я вообще не вижу и не достаю. Поэтому нужно будет как-то эти все свечки, которые мы используем обычно на... Ну, кто-то для шабата использует их также. А мы лежат они на случай, если, ну, мало ли, цвет отключится, еще что-то. То есть нужно как-то придумать, где их хранить. И уж точное место там не наверху. Вот. Потом, да, это тоже вот они большие, вот эти вот свечи. Тут у меня есть также зубочистки на всякий случай, которые я вот вставляю вот в эту зубочистку, когда она заканчивается. А вот это свечи у меня на хануку, которые можно использовать также для... Здесь вообще, по-моему, пусто. Здесь три свечки для дня рождения. Поэтому они могут пойти вообще в выпечку у меня. Так, что они здесь лежат? А потом бутылка. Здесь тоже не совсем место. Посмотрим. Кофе нужно туда запхать. Короче, перебрать. Но самое главное мне нужно решить вот с таблетками, с контейнерами маленькими. Дальше у меня есть кое-какие сухости, которые мы храним, типа кранберисов. Вот каша утром, которую мы кушаем. Мы из большого упаковки, которую я вам показывала, вот здесь, пересыпаем вот в маленькую упаковку. Хотя тоже можно пересыпать, например, в банку. Почему мы пересыпаем в упаковку? Вот такую вещь мне нужно, значит, себе записать. В общем, сейчас я составлю список. Я протру эти шкафы, составлю список, что мне нужно, и пойду в магазин. Итак, я забрала Габи со школы. Мы пришли в Далараму. Сейчас мы подыщем контейнеры, которые мне нужны. Это больше контейнеры для еды. А я сейчас посмотрю, вот здесь есть разные контейнеры. Вот для хранения. Сейчас мы возьмем для сахара, для каши. Не-не, не надо брать ничего здесь, чтобы мы ничего не разбили. Вот, в общем, сейчас мы что-то себе здесь подберем. Взяла вот такую для себя, выбрала. Здесь 500, 750 миллилитров. Но я посмотрела, что здесь есть вот такие, вот такие вот сахарницы. Они тоже достаточно большие, потому что я не хочу сахарницу, чтобы ее каждый день наполнять. Ой, это прикольное. Мне кажется, эта крышечка у нас очень быстро разобьется. Здесь просто баночки есть такие. Ну, это... Да, гадишь? Это очень маленькая. Мама, она не делает видео в Майнкрафт. Не знаю, габуленька, не знаю, котик. Так, это стоит 4 доллара. Но она непрактичная, она не будет смотреть. Я возьму вот эту. Да, решено. Это беру как сахарницу. Что, габусинка? Так, для каши. Я думала брать стеклянную, но возьму пластик, чтобы не нагружать на полку лишний вес. Да, фэнси стаканчик. Берем для каши. Для каши. Нет, габулечка, мы не за стаканами сюда пришли. Зачем? А, габусин, твой зеленый. Твой, студа, не надо класть. Стой, габусинка, мы взяли, как всегда, дети уже просили, да, дуритус и водичку. Я еще взяла на доллар два томата. На доллар. Так, хорошо, Габи. Так, и взяли еще, Габи, такие вот фомбас, пена в ванну для габусинки купаться сегодня, да, Габи будет? Муроза. Купаться в этом бас делать. Это бабл? Бабл, да. Это снау. Я не знаю, actually. Оно запечатано. Запечатано, оно попробует. Не, ну так оно не снау. Не надо снау. Если его открыть, оно запечатано, открыть нельзя. Дома будем открывать уже и нюхать, окей? Ну, все, в общем-то, все мы взяли, что мы запланировали. Ой, маму. Ну что, вот мы обратно на кухне. Вот наши покупки. Значит, сейчас я сполосну все эти контейнеры, повытираю, все приготовлю, разложу, и вы уже увидите конечный результат. Та-дам! Вот как все у нас вписалось в полочки. Вот так все приятно видно. Удобство вот этих вот корзиночек заключается в том, что очень удобно можно достать и выдвинуть. И даже вот здесь, где мне более тяжело достать, вот вытаскиваешь вниз и вот оно все здесь очень удобно. Также берешь то, что тебе надо, поднимаешь и... Ой, тяжело было оставить, поэтому немножко... Кашка здесь вся. Видно, сколько осталось тоже, что подсыпать. Ну и то же самое. Сахарок. Итак, мы переходим к последнему на сегодня нашему ящику. Благо, счастье, этот ящик уже чистый и убранный. Он был заранее, уже месяц, наверное, месяц назад где-то я его разобрала, поэтому я вам просто его продемонстрирую. Итак, с этим ящиком уже многие из моих зрителей знакомы, потому что его когда-то я разбирала в одном из своих видео. Я как... ну, еще давно, его старой версии, я приложу это видео сюда. Как вы видите, здесь у меня тоже такие же ящички. Вот эти коробочки, я с ними уже была знакома ранее, поэтому увидела тоже на самом деле у одной блогерши их, канадской, которая занимается организацией пространства, и вот пошла в Доллараму, нашла их. Поэтому сегодня, когда я шла, я уже знала, так сказать, точно, с чем я иду, плюс они очень удобно вмещаются на наши полки, закрываются, не торчат. Значит, что у меня здесь? Здесь уже больше такое приправное все у меня лежит. Значит, здесь все, что для выпечки, поэтому здесь такое все достаточно легкое. Там желатин, какие-то штучки, вот такие дрючки. Во втором ящичке у меня здесь тоже всякое то, что связано с днами рождения. Ну, здесь больше так, для выпекания формочки, вот свечечки, в общем, всякие украшалки для дней рождения, вот это вот, там, бёрзды, гёл, бой, вот это вот, у Костика было 40 лет моему покупали, плюс у меня будет 40 лет, плюс здесь есть наклеечки, когда можно переклеивать, вот у меня есть наклеечки, на разные юбилеи, на 60, 70, 80, 90, просто, так что нам еще очень долго ими можно пользоваться. Вот это у меня Бёрзды Гёл и Бёрзды Бой, то есть, все такое, что для дней рождений. Три у нас такие медали, уже много лет, кстати, пользуюсь этим всем, ну, вот то, что для детей, так сразу с ихнего рождения практически. Вот, здесь у меня просто крахмал лежит, кино, здесь у меня были макароны, но вот вы видели, в другом ящике нужно будет пересыпать гречка, это у меня, вы поняли, присыпка из коста, которая идет с herbs и пармезаном, сухари, здесь уже открытая тоже вот рисовая вермишель, здесь тоже нудельсы, здесь у меня вот этот вот горох, который такой вот лентил, лентил, вот я его в суп добавляю часто для густоты, так в чистом виде не очень его люблю, но вот суп использую для загущения супа, потому что я люблю когда суп простые овощные, иногда хочется их загустить, особенно зимой, вот, вот он здесь, здесь это у меня рисовые листья, это у меня для суш листья, это этот венигар, райс венигар, уксус для риса, это соль, это такая у меня лапшичка для буквы, видите, для бульончика с буквами, альфабет, традиционный италия, это, кто знает, из Израиля, ну, купленные здесь осамовские такие вот подушечки, тоже в бульончик, это, кстати, тоже идея из Долорамы, тоже, кстати, тоже девочки покупают, у нас такие продаются, очень удобно в них хранить не только сухое, можно их использовать и для крафта какие-то вещи ставить, да, то есть, какие-то канцелярские, и для строительства, там, я не знаю, гвоздики, какие-то, что-то, но и для приправок разных остатков, орешков и так дальше, удобно тем, что оно скручивается друг в друга, их можно носить как отдельно, можно вместе ставить, то есть, оно очень хорошо сохраняет пространство, то есть, они вот так вкрученные, вот я чуть покрутила и вот сейчас подкрутила обратно, вот, вот они при коробочке, вот эти баночки вы уже в курсе, это от кофе когда-то были и это был тоже лайфхак от моей подруги, которая, в общем, сняла все эти наклейки, очень хорошо получается стеклянные баночки в них хранить, вот не смотрите, что это желтое, это у меня как-то окрасилось от паприки и уже никогда больше не отмылось, но мне нравятся вот эти подстилочки, поэтому я их везде использую, где можно, поэтому здесь у меня сухой лук, здесь у меня это что? Это кукурузная мука, это у меня три я купила в Америке, потому что у нас не везде есть liquid smoke, это очень вкусная приправа, которая дает запах такого жидкого дыма в мясо, если вы делаете в курочку, я его очень люблю, вот с Америки себе привезла, вот это вот манная крупа, детям не делаю, но вот мне самой иногда хочется кашку поесть, ну хочется, бывает иногда, редко, раз в полгода, это приправа, тут всякая смесь, баночка от паприки, но здесь просто смесь для мяса, то у меня, видите, здесь два горошка, желтый горох и зеленый горох, это просто хлопья перца красного, это паприка, это синамон и это сухие попкорн, детям делаю в попкорнице, все, в общем-то, это вот такая вот моя вторая, или единственная, можно сказать, для приправ ящичек, вот так он выглядит, то, чем я пользуюсь, маслом, каким-то, или какими-то вот такими вещами, у меня здесь на на лезисюзан, такой небольшой, стоит уксус в небольшом количестве, маслечко, здесь кокосовое масло, здесь лавровый листик, перец, простая соль, гималайская соль и посредине просто сухой базилик, вот это то, что у меня всегда под рукой, когда я готовлю там для салата быстро что-то приправить, на самом деле сейчас очень много приправ закончилось, нужно будет скоро купить, но пока что как-то вот так справляемся, вот. Ну что, друзья, спасибо, что были со мной, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, просьбы, вопросы, постараюсь по возможности, по максимуму на все ответить, показать, поделиться своим опытом, потому что у меня не было много людей, которые могли мне что-то рассказать, когда я начинала свой быт, когда я начинала свою новую жизнь в Канаде, поэтому буду рада всем вашим комментариям. она сегодня. Спасибо еще раз. Приходите к нам в гости на канал и до следующих встреч. Пока! Это этот винигер, райс винигер, уксус для риса, это соль. Габи, кто борбы делает? и до следующего дня.